Для меня это вдохновляющая была история. Вот что я пойду и буду делать. Всем привет! С вами Оля Качанова. Вы смотрите, как живут другие. И сегодня мы пойдем в двухкомнатную квартиру Сталинку. Но я обычно вам говорю, выпуск будет очень интересный, мы увидим то-то, то-то. На самом деле, сегодня я вас буду вдохновлять. И хозяйки этой квартиры тоже. Потому что история, на мой взгляд, уникальная про то, как человек может разрешить себе жить, делать то, что он хочет, делать ремонт так, как ему нравится, менять в своей жизни все, что ему хочется, не бояться учиться на новую профессию и так далее. И, в общем, много смыслов. В общем, всем, кто сегодня смотрит это видео, я желаю, первое, вдохновиться. И второе, тем, кому нравится этот стиль в интерьере, наслаждаться увиденной картинкой. Ну что, поехали? Рада всех видеть. Даша, привет! Спасибо за приглашение. Коля, привет! Давай сначала в двух словах. Площадь и высоту потолков, а потом расскажем про тебя поподробнее. Квартира 59 метров без балкона. Высота потолков до перекрытия около трех метров. Ну, с учетом опуска с гипсокартоном здесь 2900. И кто здесь живет, чтобы мы понимали образ жизни? В квартире живу я с мужем и с двумя детьми, двойняшками и с кошкой. Класс. Хорошо, мы сейчас пойдем смотреть. Давай начнем с того, что ты была подписчицей канала, и ты пошла учиться в скиллбокс, и ты просто поменяла профессию. Да, история с ремонтом этой квартиры и с моим становлением как дизайнера в новой профессии, она довольно долгая и запутанная. Мы квартиру купили в 2016 году после свадьбы и поняли, что выдан нам такой карт-бланш. Мы, наконец-то, взрослые, самостоятельные люди, которые сами могут решать, в чем им жить, в каких цветах, в каком стиле. И, оказывается, не надо теперь ни у кого спрашивать, можно ли перекрасить цвет стен или обои переклеить в комнате. Можно все выбрать самому. Мы уже зарабатываем какие-то деньги, можем себе позволить этот ремонт. И начали вдохновляться, собирать какие-то референсы. Очень погрузились с мужем Ова в процесс ремонта. И тогда у меня уже прозвенел первый звоночек в голове, потому что я поняла, что мне весь этот процесс интересен. Есть люди, которых от ремонта тошнит, или им тяжело в этом процессе находиться. Это такая выматывающая история. Для меня это вдохновляющая была история. Я с удовольствием по строительным магазинам ходила. Пол выбирала, материалы какие-то. Общался со строителями, а в основном муж. И помогал, конечно, с реализациями идей тоже муж. Потому что он у меня инженер, и у него другой немножко образ мышления. То есть он брал какие-то мои идеи и давал им более реальное воплощение. Ты за красивое, а он за техническое. Да, он за техническое, и он, собственно, во многом отвечал за исполнение. И он же строителям доносил идеи. И ремонт в квартире, и кухню мы делали до того, как я пошла учиться. И получается, что вы сделали даже еще и до беременности этот ремонт. То есть квартира уже многое повидала. И особенно ваши разные образы жизни, да? Да, когда мы увидели первый раз эту квартиру и район, в котором она находится, мы в нее влюбились. И я поняла, что, несмотря на то, что она нам не очень подходит по планировке, все равно ее возьмем и пятый этаж. Мы тогда не думали о том, что будут дети, и нужно будет носить коляску или детей снизу вверх на пятый этаж. Все равно взяли. Еще и двое одновременно, кто бы знал. Но все равно, когда планировали расположение комнат, детей еще не было, но мы подразумевали, что они будут. Мы подразумевали одного ребенка, сделали маленькую детскую, чтобы там с определенной долей комфорта мог разместиться один ребенок. Сейчас, конечно, их там два, и им там тесновато немного. Так, ну к этому мы еще вернемся. Давай поговорим для начала с тобой про кухню. Вот ты уже, отучившись в скиллбоксе удаленно, онлайн, можешь сейчас с точки зрения правильного и неправильного рассказать нам про то, что тебе было удобно, что бы ты переделала, а, например, где ты нарушила правила, но при этом тебе все равно комфортно, потому что у тебя такой образ жизни. Ну, касаемо кухни, на самом деле, даже сейчас, отучившись в скиллбоксе на дизайн и зная правила эргономики расположения рабочего треугольника, там, соотношение плита, раковина, холодильник, я вот, оглядываясь назад, могу сказать, что в целом я здесь все правильно сделала. Рабочий треугольник комфортный, место между мойкой и плитой для готовки есть, к холодильнику хороший доступ. Вот в плане расположения и геометрии кухни я бы ничего не меняла. Уверена, что вы не удивитесь, если я скажу, что цены на продукты первой необходимости постоянно растут, они также растут на качественные знания. А ценных специалистов с руками и ногами забирают к себе сразу же разные компании. По всему миру в ноябре стартанула невероятная массовая распродажа, которая называется «Черной пятницей». А это значит, что время подумать, что можно купить для себя. Именно сейчас можно начать осваивать новую профессию со скидкой 60%. А по промокоду Качанова у вас будет скидка, уже существующий 5% и второй курс в подарок. За подробной информацией переходите по ссылке внизу под этим видео или по QR-коду, который вы видите на экране. Очень мне хотелось, чтобы столешница переходила в подоконник, хотя кухонщики меня отговаривали от этого решения. И я подписывала специальную бумагу, что я вот осознаю последствия того, что там что-то может пойти не так. Но вот уже 6 лет кухни, и ничего со столешницей не случится. Ну, а потому что дом кирпичный, теплый, да? А вот мне интересно, во-первых, есть ли прорези у тебя там в столешнице? Да, здесь есть прорези и решеточки мы на них поставили. Решетки, как всегда, не смогли найти красивые, поставили какие-то временные. Ну, вот они вот так и остались. Нет ничего постоянно, чем у них. Да, и там вот с той стороны, получается, с боковой стороны есть щель тоже, через нее теплый воздух выходит, радиатор там внутри. Мы вообще вот, например, в такой же планировке выключили этот радиатор, потому что нам было так жарко, что одного было достаточно в комнате. Ну, хорошо. А что это за стеновая панель? Это получается такая же, как и столешница, панель из LDSP? Да, из-за того, что кухня-гостиная общая, мне не хотелось, плитку. Хотя вот сейчас, как дизайнер, я не против использовать плитку в целом в любых помещениях. И я вижу интересные приемы, когда целые стены, даже в гостиных, даже в спальнях отделывают плиткой. Это тоже прикольно. Но тогда мне почему-то казалось, что нет, плитки не должно быть. Ну и плюс какой-то единый такой стиль в оформлении столешницы переходит в фартук. Вот это мне история нравилась. Но это проще, конечно, заказать у мебельщиков панель в том же декоре, что и столешница, чем еще подбирать плитку. И я некоторым своим клиентам тоже такие решения предлагаю. Они часто соглашаются. Ну, то есть фактически ты не скажешь, например, нам, о, это непрактично, не делать, и лучше выбирать и плитку. Или скажешь? Нет, в уходе она абсолютно проста, потому что из того же материала, что и столешница, сделана только потоньше. Проблем с ее протиранием нет, с износустойкостью тоже нет. Поэтому это вполне себе такое удобное решение. Получается, что фасады у тебя тоже уже долго прослужили. Семь лет. Из чего они? И как тебе? Потому что иногда там, например, на эмали сколы, там этот ЛДСП где-то начинает там облезать. В общем, да, это все, это все ЛДСП. Это такой бюджетный вариант, потому что кухня достаточно большая. И мы, конечно, ее считали в МДФе, обалдели о цен. И поэтому сделали все в ЛДСП. И на тот момент, когда мы заказывали кухню, я не особо разбиралась ни в производителях, там, выбора не было большого. Я знала только Марию, и, собственно, мы пошли в Марию. Там, конечно, дорого, но у них очень хороший сервис. И, например, у нас ЛДСПшные фасады под мойкой, они на четвертый год эксплуатации разбухли. У кухни гарантия 5 лет, и они нам поменяли по гарантии фасады. Прекрасно. Больше не было с ними проблем никаких. А вот позади тебя какая-то панель на стене или это какой-то открывающийся ящик? Здесь. Здесь тоже шкаф. Да, прекрасно. Тоже шкаф. Мы просто сюда пытались вписать холодильник. Холодильник, как это у дизайнеров называется, части ТЗ был изначально. Он просто был куплен до этого, еще до покупки квартиры. Вот мы его вписали, оставили здесь тоже над ним хранение, и сбоку от него тоже хранение. Есть какие-то недостатки? Вот, например, ты бы сказала, ой, вот зря я так сделала. По кухне, наверное, нет. Я до сих пор ей очень довольна, и я еще очень довольна вот этим решением не делать шкафы до потолка, а сделать гипсокартонный короб наверху, потому что, ну, нет у меня столько вещей, чтобы я их хранила в настолько далеком доступе. И когда мы считали кухню, нам даже сам дизайнер кухонной мебели посоветовал так сделать, потому что это выходило сильно дешевле. Функционала у этих, у верхних шкафов для нас, например, не было. Наборов посуды на 24 персоны у меня нет, которые нужно там хранить. Вот это не очень удачное решение было сделать отдельный кран под фильтрованную воду. Он очень часто ломается, мы его уже три или четыре раза меняли. Смесители есть, у которых объединенная функция подачи фильтрованной и проточной воды. Я бы, конечно, такой бы вариант выбрала. Да, это золотое жизненное правило. Чем меньше соединений на воду, тем лучше. И как раз-таки этот смеситель яркое тому подтверждение. Смотри, у тебя появились дети, а кухня уже была. Были какие-то изменения, которые появились в связи с новым образом жизни? Да, ну, конечно, во-первых, детские стулья добавились. Вот это зона стола. Я именно хотела сделать стол высотой стандартной, чтобы не надо было мучиться ни с какими барными, полубарными этими историями со стульями. Поэтому вот здесь вот видно относительно столешницы опуск до обычной высоты 750 стандартного стола. Но из-за того, что это единственная такая столовая поверхность вообще в квартире, функционал у этой зоны огромный. Она и обеденная, и рабочая, и дети здесь сидят, и мастерят, и я и работаю. И, в общем, все здесь происходит. Это у нас такой центр сосредоточения вообще жизни в квартире. Поэтому появились вот эти детские стулья, растущие, чтобы им удобно было сидеть. Здесь у стульев регулируется высота сидения и высота подножки, чтобы они сидели с комфортом. И, конечно, дети стали потихоньку отвоевывать пространство, потому что семья у нас достаточно творческая, и дети получились творческие. И вот это были раньше кухонные ящики, и здесь какая-то кухонная утварь лежала. Теперь у нас здесь все материалы для творчества. Здесь материалы для творчества. Здесь материалы для творчества. Да, тут у нас другое все стало. Вот ты говоришь, я человек творческий. Даш, но ведь ты была офисным планктоном, по большому счету, а потом раз, и решилась все поменять. Как так? Ну, я не скажу, что я прям планктон. На самом деле работа у меня была довольно интересная. И где-то 70% ее было вне офиса. Это были какие-то интересные задачи, были мероприятия. Но у меня постоянно внутри сидел какой-то человечек, маленький внутренний ребеночек, который все время говорил, ты что-то не то делаешь. Кажется, это не твое. Ты еще раз подумай, вроде это не твое. Я этим долго занималась. А потом, когда уже вышла в декрет, и появились дети, у меня полностью перевернулось вообще сознание, перевернулся мир. Я пошла в психотерапию. Не стесняюсь про это говорить. Сейчас нормальная история. Люди идут и разбирают свои проблемы. Просто на меня свалилось так много всего, что я это не смогла осознать сама. Я пошла к профессионалу, чтобы он мне помог все разложить. Ладно, когда просто ребенок рождается, когда два одновременно, это считай все проблемы на два. То есть у тебя вместо одной руки занято две, и все, короче, по два. А они хотя бы однополые? Разнополые дети. Один мальчик, другой девочка. Да. Это, конечно, был шок для нас. Не сразу у меня получилось это все осознать и переварить. Но я безумно благодарна детям, потому что вот не зря они появились в моей жизни. Они мне показали, подсветили те моменты, на которые я просто забивала. Забивала вот на этого своего внутреннего ребенка, который говорил, я хочу заниматься чем-то творческим, зачем мы ходим в офис, нам это не нравится. Я это все отодвигала, а дети мне это подсветили. Гостиная наверняка тоже преобразилась с тех пор, как дети появились. Вот переходим в гостиную зону, и сейчас она вот в таком вот абсолютно классическом гостином виде с креслом зоны для чтения, но она не всегда была такой. Она менялась бесчисленное, наверное, количество раз. С тех пор, как появились дети, функционал и наполнение менялось несколько раз. А вот этот стеллаж у нас появился недавно, и зона для чтения сюда тоже переехала недавно. Потому что когда дети были маленькие, конечно, я не могла себе позволить поставить такое открытое хранение. Это бы все было на полу, стеллаж бы тоже лежал на полу. Раньше здесь стоял старенький угловой диван, который не жалко было запачкать или пролить на него что-то. Теперь дети подросли, и вот мы немножко тут поменяли обстановку. А вот, между прочим, ты классную мысль показываешь нашим зрителям, тем, у кого маленькие дети. Ведь не обязательно, да, все купить самое дорогое и навеки, потому что если вы в начале этого пути или вообще без детей, но планируете, понимаете, что вам придется все это много раз поменять. Особенно диван. Диван это вообще такое место в доме с маленькими детьми. Я бы сразу покупала бы какой-нибудь недорогой или даже бэушный вариант, который потом мне жалко выкинуть. Потому что то, во что превратился наш диван с детьми, это прям было страшно. Да, я тебя прекрасно понимаю. У меня вообще тоже с психологом надо про диван мои травмы прорабатывать, потому что мы столько раз купили неправильный, что я теперь каждого спрашиваю, а какой у вас диван? Причем этим диваном я тоже не вполне довольна. Я не исключаю, что там через несколько лет мы его снова поменяем. Даш, а вот смотри, ты училась онлайн. Это у многих сейчас смущает, в принципе, такой подход обучения. Что скажешь по этому поводу? У меня не было других вариантов, кроме как учебы онлайн, потому что двое маленьких детей не позволяли мне на постоянной основе посещать какую-то учебу. Более того, не позволяли мне какой-то постоянный темп в учебе поддерживать. А в скиллбоксе по срокам все довольно лояльно. Ты можешь закладывать любые сроки на прохождение модулей. Тебя не пинают кураторы за то, что нужно что-то вовремя сдать, не сдать. Ты можешь на пару месяцев забросить курс, потом вернуться, и тебя все равно с распростертыми объятиями назад примут. С одной стороны, в этом есть определенный минус, потому что иногда падает мотивация, и можно забросить курс на многие месяцы. Но тут, да, должна быть внутри какая-то все равно цель, которая тебя заставляет идти дальше. За тебя никто не решит, что тебе это нужно. Хорошо. И ты мне можешь здесь рассказать про какие-нибудь классные вещи, которые ты нашла и прям гордишься? Вот я, например, вижу столик в форме полумесяца. Очень он интересный. Я таких не видела. Вообще, это детская качалка. Есть такой педагог и специалист по детскому развитию. Он разработал классную систему детских лазилок. Вот есть горка пиклера, есть лазилка пиклера, есть вот качалка пиклера. Предполагается, что ее нужно использовать вот так. Сюда положить подушку. В ней сидят дети и качаются. Но ни разу в жизни она у нас по назначению не использовалась. Подрались за нее, покачались один раз и все. И потом сами же дети предложили очень прикольный вариант использования этой штуки. Они с ней играют в магазин. Они ее вот так вот выставляют. Сюда заходит продавец, выставляет свои вещи на прилавке. И в один прекрасный момент мы с мужем обнаружили, что очень удобно ее ставить к дивану, ставить на нее закуски какие-то. Ну, в общем, столик прижился таким образом. И вот столик остался у нас здесь. Хотя это детская качалка. И он так как-то туда в уголок вписывается и не мешает. Даш, я у тебя увидела на кухне два светильника. Мне они жутко напоминают то, что делают в Доминикане. Из их вот этого фрукта, овощи вырезают и выпиливают дырочки. Это оно? Да, я узнала их. Ты, наверное, имеешь в виду плоды какого-то дерева, которые они перфорируют. Похожи, но светильники с Алиэкспресса. Ну, светильники были прыжком веры. С Алиэкспресса пришли удачные. А этот светильник мы привезли из свадебного путешествия по Греции. Зашли там в лавку очень классной местной керамистки. Она вот делает из керамики такие перфорированные истории. Для локального какого-то света акцентного очень хорошо, потому что создает такую уютную обстановку. И светит, вот свет и тень падают такими кружочками. Супер. Хорошо, двигаемся дальше. Конечно же, я тебя буду расспрашивать сейчас про перегородку, потому что это, с одной стороны, функционально, с другой, дорого. Есть много других решений. Во-первых, когда она возникла? До того, как ты стала дизайнером? Или после? Перегородка появилась до того, как я стала дизайнером. И на тот момент, когда мы делали ремонт, это было очень модное решение. Очень хотелось такое воплотить у себя дома. Тогда на рынке конкуренции практически не было. У производителей перегородок мало кто их делал. Они были очень дорогие. То есть мы считали такую перегородку, поняли, что не потянем по деньгам. И в итоге всю эту перегородку делал, чертил, варил и красил на уши сам. Прекрасно! Своими руками! Вау! Да, у него есть коллега, который увлекается тоже созданием мебели и декора своими руками. Из дерева, из металла. И вот они у него вдвоем на даче сначала спроектировали, потом все это сварили. И потом отдали... Единственное, что мы отдавали подрядчику на производство, на порошковую окраску, чтобы проблем с покраской не было. Я думаю, что все, кто сейчас смотрит, должны поставить лайк, потому что это большое дело. Берите пример, находите того самого знакомого, который любит вот это делать, мебель, да, и у кого есть знакомый знакомого, кто может запилить это сам, и будет вам счастье. Пойдем посмотрим спальню. Мне кажется, это прям очень важное место, потому что у нас тоже двое детей. Я знаю, что неплохо где-нибудь закрыться, просто чтобы тебя никто не трогал. Ну, на самом деле, как раз функцию закрыться, чтобы никто не трогал, и это спальня, к сожалению, не выполняет. Тут мы немножко опростоволосились. И даже когда я свой дипломный проект делала по этой квартире и защищала его, мне другие дизайнеры с опытом очень это решение раскритиковали, да, потому что, конечно, здесь шумоизоляции практически нет. Двери эти мы в основном никогда не закрываем, и она, да, всегда открыта. Так, ну, а исходя из образа жизни, ты тоже можешь сказать, что неудобно? Мне кажется, что наоборот, детей туда вот в дальнюю часть квартиры отправляешь, закрываешь, и здесь можешь до скольки угодно находиться, не спать, смотреть телевизор, там шуметь, и зачем тебе вообще закрывать эти двери? Все они больше декоративные, да? Ну да, исходя из нашего образа жизни, идея как раз была такая, что дети находятся в дальнем конце квартиры, а вот зона гостиной, зона спальни, она пересекается, перекликается, и даже если мы сидим здесь с гостями или мы смотрим фильм, дети подальше находятся, им мы не мешаем, в принципе. А днем здесь такая проходная зона, они прыгают на кровати, там, бесятся, меня это не смущает. У меня нет такого пунктика, что вот спальня, она только для родителей, они к нам приходят до сих пор ночью спать, и, в общем, пока что я не против. А расскажи мне про шторы теперь, потому что, во-первых, я вижу, что они такие плотные, знаешь, и можно закрыться хотя бы визуально. Да, шторы мы здесь повесили, блэкаут, потому что отсекать свет все-таки тоже хочется ночью, чтобы утром не мешал свет. Довольно неплохие шторы я нашла, это H&M Home, когда еще можно было их купить. Обычно блэкаут, он такой страшненький, потому что подкладка или шелестит, или отблескивает сильно, но здесь в целом я ими довольна. И они довольно плотные, добавляют немножко к шумоизоляции. Хотя изначально я сюда повесила белые шторы, думала больше придать объема, и было некомфортно, мне не нравилось. И было ощущение... Мне было ощущение приватности, камерности. Вот все-таки для спальни я решила потом выбрать темный вариант шторы. Это просто из жизни ты решила поменять. По опыту эксплуатации, так скажем, пришла идея сначала с белыми шторами сделать, потом мы пожили в этом интерьере с белыми шторами, я поняла, что мне что-то не нравится, некомфортно. Цвет проникал по утрам, и вот в итоге пришли к блокауту. После того, как я начала учиться, я уже здесь занялась вот этой развеской картин и фотографий. Ну вот я хочу сказать, что у тебя везде видно, что ты продумала как раз-таки инсталляцию и над кроватью, и около стола в комнате, и над зингером в комнате. Ну, короче, расскажи, как это делать. Что, в скиллбоксе тебя научили? Ну, в рамках моего курса в скиллбоксе не было какой-то специального раздела по развеске картин, но об этом очень много говорят и в модулях, и говорят другие дизайнеры. И у нас часто бывают в Москве всякие оффлайн-активности, когда ты приходишь и общаешься с другими более опытными коллегами. Где-то я стала почерпывать идеи по именно развеске, и подумала, что это тоже важная часть декора и элементов стен. И на самом деле развеска картин появилась в квартире уже, когда я готовила квартиру к защите, к дипломной, потому что я ее готовилась, чтобы сфотографировать и эти фотографии потом как кейс положить в проект. Так, давай еще расскажи мне про кровать. Я, во-первых, вижу, что вся мебель икеевская, я даже спрашивать не буду, откуда. Ну, изголовье тоже мы сами делали, а вот кровать икеевская, да. А изголовье я вижу, что с хранением по бокам, и такие были кровать, в том-то и дело. Я думала, что это они и есть. А в Икеа тогда была модель кровати с изголовьем, только коротенькая, 140. 140 нам не подходило, мы хотели 180 в ширину спального места. Под такое спальное место не было изголовья. И мы просто взяли, посмотрели, как сделана типовая икеевская, и муж заказал тоже, сам расчертил и заказал на мебельном производстве уже с присадкой мебельной панельки, которую мы потом собрали вот в этой изголовье. Здесь вот полочки есть для хранения, и здесь же розетки тоже, розетки и выключатели. Класс, отлично. Ну, видно, видно, что ты про сон трепетно к нему относишься, блэкаут прям подобрала внимательно, чтобы темненький был. Так как я тот человек, который мучается со сном, то, не знаю, может, у тебя есть лайфхак какой-нибудь? Да нет, тут нет универсальной таблетки на самом деле, потому что разным людям для расслабления и комфорта нужны разные вещи. Мне вот очень важна темнота, отсутствие света по утрам. Кому-то это нерелевантно, кому-то важнее подойти осознанно к выбору матраса. Очень индивидуально все. Вот тут у нас выход на балкон. Ну, это единственная зона в квартире, которая не подверглась пока дизайну. Не дошли до нее руки. Расскажи про радиатор. Я вижу, что у тебя там стоит около дверей радиатор, что тебе не хватает. Мы только что говорили, что сталинки, теплый кирпич, вот это все, и что батарею можно отключать, и вдруг у тебя около кровати стоит обогревательный привод. Да, здесь мы допустили небольшую ошибку в проектировании, потому что изначально по планировке это была цельная комната вместе с окном, выходом на балкон и радиатором под окном. Окно осталось в детской части, а балконная дверь в спальне. Мы этого тогда не знали. Теперь я это знаю, когда я отучилась. На самом деле основная функция радиатора это не просто погрев помещения, а отсекать холодный контур, холодный воздух от окна. И вот тут у нас ничего не отсекает, поэтому на самом деле спать довольно холодно, и здесь появился такой костыль в виде электрического обогревателя со стороны балкона и двери. Принято. Пойдем дальше. Когда мы спальню продумывали, единственной моей главной мыслью была то, что я хочу огромную кингсайд-кровать, которая будет занимать практически все место, и абсолютно не думала о том, что нужны какие-то вертикальные места хранения или, может быть, какой-то комодик, чтобы что-то побросать, положить. И этого, конечно, не хватает, поэтому здесь появились такие крючки. На этих крючках у нас обычно висят халатики, пижамки и всякое такое, что нужно куда-то повесить или положить, и некуда. Ну, тоже хотя бы выход из положения. А получается, что вы возвели эту стену прямо из расчета того, что здесь будет стоять только кровать. Габариты помещения я исключительно под кровать рассчитывала, чтобы вокруг нее было удобно ходить. И даже никаких тумбочек я здесь тоже не хотела, поэтому, собственно, появилось это изголовье, на котором лежат книги и стоит свет. Ну и ладно, уже на лампу на эту я смотрю, смотрю, фантастическая, конечно. Она откуда? Это тоже прикольная история, и муж ее делал сам. Я ему подарила, когда родились дети, сертификат в DIY-мастерскую Bosch, чтобы он на целый день ушел, отдохнул от нас, отдохнул от детей и смастерил что-нибудь домой. И он сделал такую лампу. Ну вот видишь, и какое она заняла почетное место, и как она прям делает. Акцент классный на изголовье. Супер. Да, она такая вот пиксаровская что-то напоминает, мне очень нравится. Здесь еще мы очень зря потратились на USB-розетки, потому что я думала, что я буду заряжать, ставить на ночь телефон, но на самом деле я этого не делаю. Я сейчас стараюсь соблюдать цифровую гигиену, так называемую, и гаджеты в спальню вообще не носить, поэтому USB-розетки дорогие, простаиваются и зря. А как будильник? Что, аналоговый? Браслет. Хорошо. Пойдем дальше. Мы не коснулись пока что такой важной зоны, как ванная комната, и потихонечку мы тогда давай до нее добираться будем. Знаешь, по дороге, что хочу еще спросить, это про пол. Пол везде одинаковый, да? Да, постелили напольное покрытие одинаковое во всех помещениях, чтобы не дробить как-то территорию. Выбрали ламинат высокого класса износостойкости, чтобы можно было и в прихожей, и в кухне не бояться. Но вот сейчас уже, имея в руках больший набор знаний о производителях, о видах полов, я бы, наверное, что-нибудь другое, конечно, постелила. Может быть, какой-то кварцвинил или кварцпаркет. Да, мы тоже хороший ламинат покупали, и на седьмой год все-таки вздулся он в разных местах. Там был один раз потоп у нас, и в итоге неохота менять пол. И я понимаю, что, блин, было бы что-то другое, не пришлось бы, но придется. Да, есть уже тоже по углам несколько мест, где он так начал. Еще мне не нравится, что вот он поскрипывает все-таки, когда ходишь, вот эти замки. Я вообще, конечно, фанат деревянных полов. Наверное, думаю, что в следующей своей квартире я точно деревянный буду делать пол, чтобы вот прям натурально было. Исходя из опыта твоего, во-первых, жизненного, да, и вот этого ремонта без знаний, и ремонта уже со-знаниями, да, и ты же практикующий дизайнер, ты начала работать, еще даже не закончив учебу, да. Что скажешь про, на чем можно экономить, и на чем нельзя? Вот пол туда относится? Нет, я вот как раз бы на напольном покрытии бы не экономила. Я думаю, что вот с учетом своего опыта, который я уже успела приобрести за время учебы, за время работы, в пол бы я вложилась. И более того, я теперь больше склоняюсь к тому, чтобы меньше имитировать какие-то материалы, а больше использовать натуральные. Если уж делать пол, то делать деревянный. И столешку бы на кухне тоже тогда уж деревянную, да, а не ЛДСПшную, или нет? Ну да, или может быть, если ЛДСП, то тогда в цвете, в простом, да. Сейчас я, конечно, на это смотрю, и задняя мысль у меня все время появляется, что это не настоящее дерево. Эх, испортили учебой в столешницу. Да, ну вообще, у меня теперь такая промдеформация началась, и в любое место, в которое я прихожу, я начинаю ходить вот так вот примерно. Все рассматривать, смотреть узлы, где сделано, все трогать, все очень хочется потрогать. Так, хорошо. Ты хотела рассказать еще про стену. Началось все с того, что я хотела меловую себе стену, на которой я мелом смогу рисовать. Я еще увлекалась каллиграфией меловой, и вот это у меня прям такая площадка для тренировок. И потом мы решили, что мы под меловую краску положим магнитную штукатурку, чтобы можно было еще магнитики туда прицеплять. И магнитной штукатурки оказалось очень много. Она продавалась только большими объемами. В процессе ремонта нам строители говорят, смотрите, осталась еще куча магнитной штукатурки, давайте еще куда-нибудь ее прилепим. И вот эта стена должна была быть белой, но сами строители нам подсказали, давайте мы ее той же в магнитную штукатурку зафигачим. И правильно посоветовали, потому что это такое проходное центральное место получилось в доме. И здесь у нас планер висит, мы тут записываем, кому куда надо, к какому врачу. С мужем пытаемся как-то наше расписание соотнести. Здесь у нас выставка детских рисунков. Это очень классно. Какие-то еще вдохновляющие вещи. Холодильник еще выбирал муж, и он хотел стеклянный холодильник, на который ни один магнитик не прилепится. А мне все равно нужна была поверхность под магнитики. Как бы магнитики, они такие, они все равно найдут, куда приклеиться. Идем в ванну. Во-первых, ты как дизайнер знаешь, что это то место, где погибает большая часть бюджета. И иногда она именно погибает, потому что сложно соединять там фактуры, вот плиткой все, плиткой не все, а чем стены. А когда начинается микс, тогда начинаются ошибки. Ну и в общем, что у вас получилось? У нас получилось так, что когда мы делали ремонт в квартире, мы изначально не заложили вообще бюджет под ванну и оставили ее вот в таком виде, в котором она досталась нам при покупке. И решили, что мы сначала закроем всю остальную часть квартиры, а потом, когда будут опять деньги, мы перейдем к ванной. Но это тоже такая жизненная ошибка, все временное становится очень постоянным. И к вопросу ремонта ванной мы так и не вернулись впоследствии, потому что при уже сделанном ремонте в остальной квартире это очень много проблем. Это демонтаж, это вывоз мусора, это в ванной очень много грязных работ по разводке сантехники. Мы решили просто проэкспериментировать по хомстейджеровскому опыту, перекрасить плитку. Обновили немножко мебель, обновили сантехнику, не меняли ванну и унитаз. Просто такой навели небольшой марафет. Слушай, ну Даш, и он удачно наведен, я тебе скажу, потому что вот если забыть, да, стереть себе прошлое, то как это выглядело, то заходишь и вполне себе аккуратненькая плиточка, даже есть дополнительные молдинги. Даш, ну тогда у меня вопрос, конечно же, как покрасили? Довольно-недовольно и чем пользовались? Процесс подготовки стандартный, обезжирили плитку, потом покрыли грунтовкой, сверху покрыли краской. Краску я купила у Дарьи Геллер, которая специализируется на как раз на перекрасках, на мебели, но меня предупреждали они, что это риск, что в зоне прямого попадания воды красить это риск, и насколько долго это все продержится, гарантии дать никто не может. Может 5 лет, а может год. Те решения, которые я предлагаю клиентам, я люблю пробовать на себе, поэтому вот хотелось. И еще хотелось очень добавить темного цвета именно в ванну, потому что ванна для меня такое помещение, где я первые утренние часы провожу, и где дети проводят свои последние часы вечерние перед сном. И мне не хочется ванны яркого света, каких-то суперсветлых поверхностей. Очень мне хотелось попробовать с темным потолком, и я, в общем, здесь это реализовала. И ванну я уже делала уже после того, как я отучилась, ну то есть какие-то знания я пыталась тут свои применить, насколько это было в этом помещении возможно. Ванная твоя выглядит в итоге очень такой спокойной, ровненькой, аккуратненькой. Вообще у меня вот к ней ноль вопросов. Вопрос к тебе. Ты оставила старую ванну, и так немножечко грустно как будто, но ведь чугунные ванны это просто лучшее решение, мне кажется. Потому что она тяжелая, не слышно воду, ее всегда можно перекрасить, обновить, она по форме красивая. Ну как бы что еще нужно? Если у вас чугунная ванна, не старайтесь ее быстрее выбросить, подумайте, да? Да, об этом мы тоже подумали, что, во-первых, демонтаж, вынос и вывоз ванны будет стоить очень дорого. Ну и во-вторых, да, сейчас в основном все ставят акриловые, а сохранить чугунную было неплохим решением. И вот у меня в связи с этим еще один вопрос. У тебя же Сталинка. Обычно мы сейчас видим, что люди, которые живут в Сталинке, докупают туда какую-то старую мебель, там перекрашивают ее, что-то с ней сделают. Но у тебя и ничего такого не увидела. Что это? Может быть, ты из разряда тех людей, которые говорят, фу, это старая, там кто-то в нем жил и не дай бог закончил жить. Нет, я в целом, в целом, я неплохо отношусь к вещам, бывшим в употреблении. Есть даже у британцев такое выражение, они не называют вещи Б.У., они называют вещи pre-loved, то есть прежде любимые кем-то. Ну, то есть совсем другое, да, немножко отношение. В целом, я не против там винтажного света. У меня есть зингеровское подстолье старое, которое из Питера еще с нами вместе переехало. Но вот по мебели, да, по мебели не сложилось у нас как-то с поиском старых и винтажных элементов. Хотелось куда-то все спрятать, встроить по лаконичней. Здесь вот коврик классный висит. Ай, да, сейчас я видела тоже на Пинтересте все изголовья из этих ковров стали делать. Ну, прям много такого. Видела? Да, ну, это просто тоже куплен в путешествии ковер в Греции. И вот он как-то на пол не лег. Очень жалко было его класть на пол. И сейчас модельно на стены ковры возвращаются. Поэтому вот он такой маленький тут на стене стал жить. Сейчас бабушки все такие, а я говорила про свой ковер на стене, да? Хорошо. Идем дальше. И, конечно же, у меня вопрос сейчас будет про шкафы, потому что ну, это гениальное, крутое, белое, незаметное решение того, куда можно спрятать вообще все. Да, шкафы тоже, я считаю, искренне своим гениальным изобретением в этой квартире. Вместе с мужем мы это тоже все продумали, чтобы абсолютно все хранение в квартире вынести в коридор. У нас больше нет шкафов нигде. Ни в одной комнате нет шкафов. Все здесь в коридорной зоне. И они утоплены в нишу, их как бы нет. Ну, давай самое интересное откроем. То есть, понятно, там, прихожка, обычные вещи. Давай, что тебе нравится, прям, чем ты гордишься. Технический шкаф есть? Да, конечно, есть. Это очень важный момент в любом доме. Я вообще любитель проектировать места хранения, и клиенты мне сейчас попадаются такие, которые тоже это любят, поэтому я обычно с кайфом тоже к этому вопросу подхожу. Здесь, конечно, есть хозяйственный шкаф, где висит на зарядке пылесос, где лежат ведра, пакет с пакетами, удлинители, утюги, вот это все. Вот еще видно, что ты недавно на дизайнера отучилась, тазики еще у тебя пока желтые, а ведро синее. Подожди, еще когда все это там треснет, да, когда-то, то оно станет сереньким, черненьким, беленьким. Да, да, наверное. Я просто еще за то, чтобы не производить лишний мусор, и как бы, если оно еще служит, то пускай будет. Умничка, молодец. Давай еще какие-нибудь шкафчики пооткрываем, ну, прям, которыми действительно ты гордишься, которые тебе нравятся, может, не знаю, какое-нибудь хитрое хранение. Я люблю каждый сезон сортировать вещи и там лишнее куда-то относить. Много вещей тоже особо не покупаю, но стараюсь это все как-то хранить правильно. И вот, когда проектировали шкафы вместе со шкафами, я тоже сразу заказала все вот эти вот кофры, чтобы все лежало аккуратно, чтобы все было подписано, чтобы я знала, где что. Удобненько. Все сезонное хранение, все уходит наверх. Все, что редко используется, все уходит наверх. Вот этот шкаф полностью детский стал, а в остальных вот просто одежда и тоже нижнюю всю часть занимает хранение обуви сезонной. Даш, еще, знаешь, твоя квартира, вот прям пример того, как дизайнер поработал, классно, прекрасно, да, решение есть хорошее, но вот у тебя здесь медальки, здесь карта, здесь там какая-то коряга притащили, то есть квартира живая, жилая, интересно смотреть, все это говорит о вашем образе и жизни. Мне очень нравится, когда именно так в квартире это сделано, я вот тоже, например, подумываю свой гидрокостюм куда-нибудь на видное место повесить, потому что он сам по себе прикольно уже как арт-объект, если найти удачное место. Вот расскажи про жизнь, про образ жизни, что здесь для удобства? Ну, да, все так и есть, и интерьер, он должен отражать человек, который в нем живет, и заказчикам тоже, я своим, когда они меня просят подобрать декор, говорю, давайте что-то свое, давайте подумаем, как можно вас отразить в этом интерьере, чем вы увлекаетесь, что можно повесить. Мы любим путешествовать, правда, с появлением детей мы это стали делать реже, но тем не менее, это большая часть нашей жизни, и вот пробковую карту когда-то мне дарил муж на Новый год, мы ее оформили тоже сами в рамку, всякие значки, которые из разных стран, из разных городов покупали, вот сюда вот разместили, таким образом эту коллекцию, оставив на виду. И магнитики и сюда тоже даже перебрались, которые на холодильник не поместили. Я хочу сказать про карту и про то, что вот в какой-то момент мне писали комментарии, что вот, надоели эти карты, все их вешают. Ну, блин, если реально мои дети должны знать, где они были, да, я сама хочу помнить и видеть эти отметки, мне какая разница, кто вешает и почему я должна вообще слушать чье-то мнение на этот счет. Хочу я карту у себя дома, тренд, один тренд, да вообще наплевать. Правда? Ну, да, гоняться за трендами смысла нет, но тем не менее, если какой-то тренд в душу запал, на вооружение. Это просто такой способ оформить коллекцию на самом деле. Супер. Так, у тебя в прихожей я вижу какой-то длинный ковер. Ковер здесь появился, потому что я поняла, что, наверное, все-таки в зоне прихожей не стоит делать отделку пола в том же материале, который во всей остальной квартире присутствует. Здесь грязная зона и здесь немножко другое должно быть покрытие, поэтому появился вот такой уличный ковер, который обычно кладут на улице, там, на крыльце или на веранде, он хорошо задерживает грязь. Стиралка с сушилкой здесь. Ух ты! Прикольно! Так, и что, вы сделали отверстие в стене, вывели туда коммуникации, да? Да, коммуникации подключены к раковине, потому что здесь все очень рядом находится, проблем с этим не было. Очень хотелось мне стиральную, сушильную машину в колонну, в ванной это все не помещалось, поэтому переехала в коридор. В целом, это довольно удобно с точки зрения логистики, перемещения вещей в квартире, потому что я здесь стираю, перекладываю в сушку, их сушки перекладываю в пакет, и потом несу пакет к шкафам и сразу там раскладываю. И оставили здесь еще место, чтобы хранить сушилку и гладильную доску. вверху, соответственно, вся химия. Все удобно в одном месте, очень классно. Ну и дальше там вверху хранение сезонное в основном елочных украшений, потому что их у меня огромное количество. А вот стирку и сушку это ты в 16-м году уже установила? Или это все постепенно, или недавно? Нет, это мы сразу установили и сразу тоже это все продумали, потому что хотелось вынести вот эту вот постирочную, так не назовешь шкаф целый, целый постирочный, но да, хотелось ее вынести из ванной. Но здесь со временем стали появляться другие какие-то лайфхаки, которые там муж приделал. Например, света не хватало в коридоре отдельного, и мы потом еще вот подсветку сюда сделали. Она не сразу появилась. Это мы в процессе эксплуатации поняли, что неудобно иногда зайти и сразу во всем коридоре вырубить свет. Ну и вот у вас здесь достаточно места для того, чтобы вот я вижу, да, много детей, много верхней одежды. Все вот это прекрасно помещается, вот оно организовано. Годная боевая прихожая, вот. Ну да, нужно было много места для открытого хранения обувного, но при этом, чтобы там не валялось, да, все. Вот это очень неплохое решение, как мне кажется, штангу приделать к верхнему шкафу, чтобы было место и для хранения верхней одежды на вешалках. Единственное, что мне предлагал муж, и я от этого решения отказалась, теперь жалею, сделать здесь комод, потому что я его уверяла, что комод будет хламником, а я не хочу хламник в прихожей. И в итоге вместо комода у нас просто появились такие корзины с хламом. Ну да, да, потому что все равно, если где-то скапливается вот эта вот органическая масса, которая жизнью продиктована, то стоит туда поставить место хранения. Там это кухни касается, прихожей, да, 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 да. Да, а на кухне у нас тоже появилась корзина с хламом на самом деле. У нас осталась детская, пойдем туда заглянем. Когда я себе в голове представила вот эту вот длинную стену из шкафов, которая будет растворяться в коридоре, у меня была такая картинка, что здесь и дверь тоже будет скрытая. Даже планировала я здесь сделать фальш-фрамугу, но руки до нее не дошли. И мне оказалось, что вот это вот все будет отличной картинкой. Я думала только о картинке, я не подумала о функции. И потом, когда я защищала уже дипломный проект, мне опытные коллеги подсказали, что нужно думать об открывании дверей. И эта дверь в детскую, она, как правило, вот в таком состоянии никогда не находится. Она всегда открыта. И она здесь мешает. И мешает она очень сильно. Она у нас уже даже слетала с петель один раз, потому что дети ее туда-сюда дергают. И лучше было бы ее, конечно, утопить туда внутрь, чтобы она открывалась и внутри этой ниши находилась. Ну, то есть, картинка бы вот эта ровненькая пропала, но было бы удобнее. Здесь интересно тебя послушать на то, как организовать место для мальчика и девочки в небольшой спальне. Ну, как-как. У меня не очень получилось. просто работали с тем, что есть, потому что изначально заложили место под одного ребенка, появилось их два. Здесь им, конечно, тесновато. И сейчас им четыре года, и, в принципе, этого пространства им хватает, потому что основная функция этого помещения это спать, что-то хранить, а играют они все равно в гостиной. Они здесь практически не проводят время, они только сюда приходят за игрушками и несут их к себе в гостиную. Ну, зато я вижу, ты тут оторвалась, вот прям потратила время для того, чтобы тут было уютно. Я, когда была беременна, очень много времени посвятила декору детской, начала здесь прямо отрываться. Сейчас, мне кажется, что это немножко скучновато. Ну, то есть, на момент беременности я еще не училась, и моим единственным источником вдохновения был Пинтерест. Соответственно, я вот, насмотревшись на Пинтересте, вот это вот все оформила. Я сделала сама мобили, сваляла им из шерсти, сделала тоже эти гирлянды, сама сшила, ну, отрывалась, рукодельничала. Ну, по крайней мере, удовольствие мне это доставило большое. И прекрасно. Оформила им тоже полки с книгами, потому что читать я люблю, и мне очень хотелось, чтобы дети тоже любили читать. и вот эти полки это такой из Монте-Сори истории, конечно, лайфхак. Ну, по правилам Монте-Сори, конечно, это все должно быть на уровне ребенка, то есть он должен легко подойти, легко взять книгу и с ней сесть читать. Здесь у нас это не очень легко сделать, потому что просто нет места. Но, тем не менее, очень прикольно, все книги стоят обложками вперед, можно прочитать название, посмотреть картинку, выбрать, они подходят мне, показывают, какую сегодня будем читать, я ее беру и меняю там экспозицию книжную тоже со временем по сезонам или по настроению. А вот ты, интересно, такую вещь сказала, вдохновлялась только пинтерестом. А сейчас чем ты вдохновляешься еще? Всем. Сейчас я научилась ловить вдохновение во всем, потому что появился запрос создавать свои интерьеры и на одном копировании чужих работ далеко не уедешь, поэтому вдохновляюсь природой, вдохновляюсь искусством, вдохновляюсь архитектурой. Очень за время учебы я полюбила стиль Bauhaus 20-30-е, конструктивизм, да, мне даже подарили очень классные на день рождения книги, как раз там и Корбюзье, и Альта, и я все это впитываю и как-то хочу переформатировать и транслировать уже стиль в дизайне. Знаешь, обычно же в совет в конце видео у меня такой вопрос, ответив на который ты дашь нам совет. Как тебе осваивать было совершенно новую профессию с нуля, по сути, во взрослом возрасте? Тут я не буду скрывать и говорить, что это все легко, и идите, делайте, дерзайте, все получится, это сложно. И мне было очень сложно. Было очень много сомнений в себе, было очень много преодоления. Если есть цель и если есть внутренняя потребность, то с этим справляешься. Мы недавно обсуждали эту тему в учебных чатах скиллбокса. Там кто-то спросил, когда уже можно начинать делать проекты, когда уже можно начинать работать, нужно ли закончить, или уже можно сейчас. И такой был классный ответ, что нужно начинать, когда ты не можешь не делать. Вот когда ты почувствуешь эту потребность, и ты уже не можешь не делать, тогда просто идешь и делаешь. Тут, кстати, очень в тему это мой старый детский лего-конструктор, который сохранили мои родители, и сейчас у него дети играют. Я была очень рада, что я его нашла на чердаке, что он сохранился. Я его обожала в детстве, вообще обожала лего. И вот именно в игре с детьми ко мне пришло вот это осознание. Вот мы им на два годика подарили первое их лего-дупло. И мы сидели с ними, играли в этот домик. И тут я вспомнила, как я в детстве обожала вообще лего, как я любила в него играть. И у меня прям щелкнуло в голове, надо пойти учиться на дизайнера интерьера. Раз мне это так нравилось в детстве, вот что я пойду и буду делать. Класс! Спасибо тебе огромное за рассказ, за вдохновение, за идеи для ремонта, за все-все-все, за практичность интерьера и за непрактичность некоторых решений. В общем, друзья, напоминаю, все ссылки внизу. Вы можете пойти учиться в скиллбокс, у них сейчас идет черная пятница. Вы можете обратиться к Даши, там будут ее контакты внизу, она дизайнер, и она делает проекты. Вы можете посмотреть разные полезные ссылки, которые мы оставили там, и переходить на разных производителей. Конечно же, мы надеемся в ответ от вас лайк, комментарий и репост, и подписывайтесь на новые выпуски, чтобы их не пропускать. До скорых встреч! Пока-пока! Пока! И все это ты заказала онлайн? Да! Есть какая-то хитрость? Хитрость? Смелость, наверное. Просто быть смелее. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok